Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона», 10 глава. После усердной молитвы о стяжании «Премудрости Божьей» Премудрый наставник представляет действия «Премудрости» в своем народе, начиная от первозданного Адама. Она сохраняла первозданного Отца Мира, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения. Она дала ему силы владычествовать над всем. Собственное падение Адама оказалось грехопадением всего человечества, но его покаяние, его сокрушение сердечное после изгнания из Эдема сладости вернуло ему Божьи благоволения. И, седя прямо рая, и оплакивая падение свое, и восклицая «Раю мой, раю», Адам стяжал милость и воистину явил премудрость в обращении своим покаянным к Господу своему. Потому и остался он, как первоначально был задуман, в достоинстве владычества над всем. А отступивший от нее неправедный во гневе своем погиб от брата убийственной ярости. Это напоминание о каянии, убившем брата своего и таким образом лишившемся благодати и пребывавшем в смятении и трясении с некой печатью страшной на челе своем, в которой, очевидно, отражалось его лишение, его совлечение божественной благодати, его самоотлучение от Господа через братоубийственную ненависть. Ради него потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого дерева, что, как ни премудрость, кто, как ни она, просветила Ноя посреди рода развращенного живущего сотворить из малого дерева ковчег, в котором спасся он и ближние его, и те, кому предназначено было начать обновленную жизнь человечества и прочих тварей, сотворенных Богом. Она же между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его неукоризенным пред Богом и сохранила мужественным в жалости к Сыну. Безумием была попытка человечества сотворить некую башню до неба, построить в Вавилоне свое противопоставление Богу, земное довольство и основание, и только в лице Авраама, совершенно верного Богу и ходящего в единстве с премудростью, обрела она для себя доброго сына и проверила, и засвидетельствовала величие его и верность готовностью принести в жертву по Слову Божьему и собственного единородного сына Исаака. Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, не сшедшего на пять городов, от которых во свидетельство нечестия осталась дымящаяся пустыня, земля и растения, не в свое время приносящие плоды и памятникам неверной души стоящий соляной столб. Лот праведный среди Содома, ходившего за иной плоти, извратившего пути человеческие и природу его противоестественным блудом и прочими беззакониями, Лота премудрость спасла и утвердила, и сохранила посреди рода развращенного и извела из среды их, тогда, как законное Божье воздаяние обрушилось на город и иные города, ходящие подобно им в беззакониях, и непостоянство в движении к премудрости было обличено в лице жены Лотовой, обернувшись состраданием на Содом, не проявившей решимости в исхождении из него, памятником чему остался соляной столб. Ибо они, презрев премудрость, не только повредились себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не могли скрыть того, в чем заблудились. Премудрость же спасла от бед служащих ей, праведного, бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, показала ему Царство Божие и даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Когда из корыстолюбия обижали его, она предстала и обогатила его, сохранила его от врагов и обезопасила от коварствовавших против него и в крепкой борьбе доставила ему победу, дабы он знал, что благочестие всего сильнее тому, кто оказался восхитившим первородство у брата своего, кто восхитил благословение Исаака, отца своего, того, кто оказался приобретшим первородство за чечевичную похлебку у брата своего Иакова. Разумеет, здесь мудрый наставник, который хоть и бегал от мести брата своего Исава, но был исполнен великих плодов ради той премудрости, которая вела по жизни, из которой сочетал сердце свое, этот богом избранный Израиль. Она не оставила проданного праведника, но спасла его от греха. Речь об Иосифе, которого братья по зависти продали в рабство, но хоть и жена фараонова соблазняла праведника на грех, но с премудростью обрученное сердце его, не поддалось соблазну. Она не сходила с ним в ров и не оставляла его в узах, и потом принесла ему скиптор царства и власть над угнетавшими его, показала лжецами обвинявших его и даровала ему вечную славу. Она освободила святой народ и непорочное семя от народа угнетавших его, вошла в душу служителя Господня, речь о Моисее ведется теперь, и противостала страшным царям чудесами и знаменями. Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным, и днем была им покровом, и ночью звездным светом. Таким образом, из земли рабства и земли египетской, изводя в землю обетованную народ свой, именно премудрость вела его путем великих чудес и знамений, путем великих испытаний, но и с великими плодами следования за ней, за премудростью. Она проявила их через червное море и проявила их сквозь большую воду, а врагов их потопила и извергла их из глубины бездны. И так праведные завладели доспехами нечестивых и воспели святое имя Твое Господи и единодушно прославили поборающую руку Твою, и по премудрость отверзла устанем их и сделала внятными языки младенцев. Таким образом, младенствующий Израиль и народ неведущий где правая где левая рука наставляемый премудростью принял в среде свои великие знамения и чудеса помощи Божьей и сокрушил все вери и препятствия оказался победителем над страшными испытаниями и искушениями и во всем торжествовала премудрость сопутствующая тем праведникам которые искали ее и через которых явил Господь свои великие знамения младенствующие Продолжение следует...